Здравствуйте! В эфире телеканал Арис Новости. Меня зовут Владимир Антошкин. От помощи, особенно финансовой, на стадии становления бизнеса откажутся редкий предприниматель. Такую поддержку бизнесменам ежегодно оказывает городская администрация. Некоторые предприниматели уже воспользовались этим заманчивым предложением. На что они потратили целевые средства, узнавал Константин Меркушев. Малое и среднее предпринимательство в последнее время в городе набирает обороты. Администрация выделяет все больше финансов на реализацию различных бизнес-проектов. В прошлом году малый и средний бизнес в городе получил от администрации на становление бизнеса около 7 миллионов рублей. Администрация города Кумертау ежегодно проводит конкурсы на выделение финансовой поддержки предпринимателям нашего города. И, конечно же, в первую очередь мы стараемся уделить внимание новичкам, то есть тем, кто только что организовал бизнес. Те предприниматели, которые создали свой бизнес, они в течение года могут подать именно по виду поддержки на начальной стадии становления бизнеса, или так называемый стартап. Количество получателей этих поддержки ежегодно у нас растет. И вот про успешность, если посмотреть, конечно же, у нас есть, ну как минимум, 4 предпринимателя успешные, которые взяли деньги на стартап именно по этому направлению и смогли открыть или какое-то кафе, или организовать там шиномонтажный центр. Так, в рамках этой программы общество с ограниченной ответственностью «Яркий мир» получил около 900 тысяч рублей. На эти деньги было куплено оборудование. Например, такой, как лазерный гравировщик. Теперь мы можем не только делать сувенирку с помощью полиграфических возможностей, но и еще и гравировать. Это огромный принтер, который позволяет работать с многочисленными материалами. Достаточно интересная новая игрушка, штучка, которую мы активно осваиваем. Вот, и, в общем-то, будет и уже есть уже новые подарки, новые возможности. В общем-то, интересно для горожан. И интересно, я думаю, будет и для нас самих. Уже есть. Компания также занимается изготовлением сувенирной продукции. Цифровой печатью и не только. Посетил наши съемочные группы и гранат «Лофт-кафе». Ресторан расположен на четвертом этаже в здании Домбыта. Из окон заведения распахивается прекрасный вид на город. Предприниматель Светлана Сосипатрова получила 600 тысяч рублей на поддержку бизнеса. Закупили большое количество оборудования для кухни. По словам Светланы Вячеславовны, для нее это был неожиданный шаг. Мы никогда не думали, что мы будем заниматься именно ресторанным бизнесом. Так скажем, становимся начинающими рестораторами. Но это настолько интересный вид деятельности, что захватывает с каждым днем все больше и больше. Дело идет неплохо. В ближайшее время ресторан будет расширяться. Уже начались работы в комнате отдыха, где планируется караоке-зал. Еще один предприниматель, получивший поддержку, Роман Рахман. Вначале хотел открыть небольшой отдел для продажи развесного чая и кофе. Но помещение, снятое в аренду по улице Горького, оказалось большое. Поэтому решил, плюс ко всему, открыть и кофейню. 18 декабря состоялось открытие. И уже есть постоянные клиенты. Кафе замечательное. Уютная домашняя обстановка. Бываю здесь довольно часто, как близко очень работаю. С утра заходим с друзьями по чашечке кофе и, как говорится, поступаем к работе. Вечерами бываем, даже с семьей заходим. Выпечка вкусная, всегда свежая. Кофе свежий. Я очень доволен, что в городе открылся такое кафе. Роман Валерьевич на полученные от администрации 300 тысяч рублей приобрел кофемолки и кофемашины. Кроме того, в продаже есть кондитерские изделия, а именно торты, пирожные и известные изделия европейского образца – пончики. По словам посетителей, цены в кафе приемлемые. Тут довольно-таки доступные цены. И также меня привлекает то, что у нас в городе один эспрессо-бар. Все три предпринимателя получили поддержку в том году. На сегодняшний день же перед городом стоит самая сложная задача – освоение средств из федерального и республиканского бюджета. Сейчас продолжается конкурс. Мы распределяем деньги из республиканского и федерального бюджетов. В планах у нас на эти виды поддержки выделить порядка 20 миллионов рублей из тех 95, которые мы смог город привлечь в этом году. И эти 20 миллионов рублей мы планируем распределить между 45 предпринимателями. Вот эти стартаповцы нам очень интересны, потому что интересно даже за ними смотреть, когда на пустом месте, беря какое-то помещение, которое не использовалось, довольно-таки бывает, что там какие-то развалины какие-то, да, и они все это преобразуют, украшают, очищают и поднимают этот свой бизнес, устраивают людей. И получается такой вот симбиоз хорошего, успешного дела. В начале октября стартует второй конкурс. Прием заявок от бизнесменов предварительно продлится до ноября этого года. Меньше двух недель остается до единого дня голосования. Напомню, 18 сентября в России состоятся выборы в Госдуму. Кумертауццам дополнительно предстоит избрать состав Совета городского округа. Сегодня на связь с нами вышел председатель территориальной избирательной комиссии Кумертау Михаил Подковка. Здравствуйте, Михаил Николаевич. Уточните, пожалуйста, информацию по работе участковых избиркомов в день голосования. Добрый день. Участковые избирательные комиссии начинают свою работу с 8.00 и до 20.00. Каждый избиратель может прийти на участок и проявить свою гражданскую позицию. Ряду избирателей придется голосовать по открепительным удостоверениям. До какого числа они выдаются? До 6 сентября включительно открепительные удостоверения выдаются территориальной избирательной комиссией города Кумертау, которая работает с 9.00 до 18.00 в здании администрации в кабинете 313. А с 7 сентября открепительные удостоверения передаются в участковые избирательные комиссии, которые расположены на определенных территориях городского округа города Кумертау. И хочется напомнить о том, что если вы берете открепительное удостоверение по выборам депутатов в Государственную Думу, то на участке, где вы будете голосовать, вам выдадут только один избирательный бюллетень по голосованию по федеральному списку партий. Если по местным выборам избиратель берет открепительное удостоверение, то он может проголосовать по этому открепительному удостоверению только в пределах округа, на котором расположена участковая избирательная комиссия. Перед выборами представители территориальной избирательной комиссии проводят обучение членов участковых избиркомов. Какие дисциплины им преподают? На этих обучениях речь будет идти об изменениях в законодательствах, о тех мероприятиях, об обязательных мероприятиях, которые должны будут выполняться в течение последних 10 дней и в течение самого дня голосования 18 сентября. Какие задачи сейчас стоят перед территориальной избирательной комиссией? У нас на этой неделе предвидится поездка в город Уфа в Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан, где будут получены необходимые материально-технические ценности для того, чтобы их раздать нашим участковым избирательным комиссиям для проведения выборов 18 сентября. И 9 сентября у нас состоится очередное совещание с представителями участковых избирательных комиссий, на которых представители участковых избирательных комиссий получат ряд необходимых материально-технических ценностей. Это канцтовары, различные плакаты, флаги и так далее. То есть весь тот перечень, который необходим для полноценного проведения выборов на территории города Кумерталу. Спасибо за то, что поделились информацией. Напомню, у нас на связи был председатель территориальной избирательной комиссии Михаил Подковка. И если с работой избиркомов все ясно, то с мнением горожан не все так однозначно. Сотрудники нашей телекомпании провели очередной опрос с целью выяснить, пойдут ли горожане на выборы. Из числа опрошенных только один человек пока не определился. В эфире опрос жителей города. Скажите, пожалуйста, вы пойдете на выборы? Да, пойду я на выборы. Я всегда хожу на выборы. Обязательно. Дело в том, что парламент, у нас сейчас в данном время состоит так узкой как специальности. В основном там артисты и спортсмены. Все. Вот вопрос. Это наша гражданская позиция. Мы должны обязаны. Как же? Конечно, нужно. Я считаю, что каждый человек должен все-таки сделать свой выбор, что для него лучше. Потому что в нынешнее время, сами видите, что в стране и вообще в других странах творится. Поэтому выбрать определенную партию, жить ими, их идеями, я считаю, это очень главное для человека. Я работаю учителем истории, поэтому гражданская позиция присутствует. Конечно, пойду обязательно. Ну, это мое мнение. Я буду голосовать не за кого. Всех буду вытерпывать. Потому что это бесполезно, считаю. Ну, а как же пойду, конечно. Как говорится, выборы – это наше будущее. Естественно. Это будущее моих детей. Пойдем. Почему? Чтобы жизнь улучшалась. Поэтому и пойдем. Чтобы наша жизнь из года в год становилась краше и лучше. Чтобы для нас были условия. Для наших детей условия улучшались. Думаю, что пойдем. Нужно пойти каждому. Почему? Потому что все в наших руках. И будущее мы выбираем сами. Конечно, каждый человек должен сделать свой выбор, чтобы за нас его не сделали. Задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг остается одной из самых серьезных проблем в городе. Если в начале года общая сумма задолженности составляла порядка 80 миллионов рублей, то сейчас она превысила 100 миллионов. Подробнее о проблеме и мерах расскажет Гульнас Филатова. Для решения проблемы с задолженностями у жителей по жилищно-коммунальным услугам управляющие компании посещают должников на дому, выдают предписание и берут расписки о том, что в течение определенного времени долг будет погашен. Кроме того, жильцам с крупными задолженностями предлагается вариант погашения в виде рассрочки платежа. К должникам применяются также более строгие меры по взысканию и подаче управляющими компаниями судебных исков. В этом году мы подали 237 исков на сумму более 8,5 миллионов рублей. Может быть, вы скажете, что эта сумма незначительная по сравнению с долгом в 100 миллионов. Но здесь есть этому причина. Одна из этих причин – это то, что мы сейчас иски стараемся подавать именно на тех людей, которые платежеспособны и с которыми не удалось достичь никакого соглашения, никакого консенсуса. На сегодняшний день просроченную задолженность имеют 4215 лицевых счета на общую сумму долга 92 миллиона 388 тысяч рублей. В период с января по август 2016 года подано 236 заявлений на вынесение судебного приказа и один иск о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг на общую сумму 8 миллионов 352 тысяч рублей. Регулярно проводятся рейды по взысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги. Приставы действуют по решению судебных постановлений. И часто за неуплату долга назначается выселение должников из квартир. Но такие меры предпринимаются лишь в крайних случаях. Чаще управляющие компании стараются решить данный вопрос мирным путем и помочь жильцам оплатить долги. Каждая управляющая компания готова принять на работу должника. И практически в каждой управляющей компании у нас должники работают. Конечно, работа, если не квалифицированный специалист, то и работа соответствующая, там дворник или сантехник. Но работа предоставляется, то есть дается возможность оплатить эти долги. По словам директора предприятия «Жилкомсервис» Ольги Макаровой, несмотря на нехватку средств из-за неуплат по услугам ЖКХ, управляющие компании стараются выполнять ремонтные работы по планам, но в ущерб ресурсным организациям. Какие дополнительные занятия выбрать для ребенка, кроме школьных? В какую секцию записать? Сейчас этими вопросами задаются многие родители. Благо в городе есть учреждения, где для дополнительных занятий созданы все условия. Работают опытные педагоги, которые не только займут ребенка в свободное время, но и привьют полезные навыки. Более 20 лет в спорткомплексе «Прометей» работают секции по боксу. Учебный сезон только начался, но здесь уже идут активные тренировки. Для того, чтобы юные спортсмены были в форме и смогли подготовиться к первым соревнованиям, тренер Тимур Идрисов начал занятия еще в августе. Но это не говорит о том, что группы сформированы. Здесь готовы принять всех желающих. Набор продолжается, мы принимаем всех желающих. Единственное возрастное ограничение – это с 10 лет юноши и девочек также принимаем. Тренировки проходят у нас в понедельник, среда, пятница, с половины четвертого. И запись в эти же дни проходит. Техническое оснащение позволяет проводить качественные занятия. Так, в этом году, благодаря поддержке администрации города, установлен профессиональный ринг. Планируется закупить новые боксерские перчатки и боксерские груши. Бокс вошел в программу развития опорных видов спорта в городе Кумертау. В этом же списке – борьба дзюдо. Каждый ребенок одарен. Главное – это вовремя увидеть и начать развивать, считают педагоги. Заслуженный тренер СССР Александр Погребач говорит, что готовы работать с каждым ребенком. Главное, чтобы у него была медицинская справка, разрешающая заниматься борьбой. Физическое же развитие и подготовка не имеют никакого значения, говорит тренер. Мы, наоборот, стараемся больше привлечь таких слабых мальчишек, чтобы они здесь развивались лучше и занимались, поменьше болели. Стараемся ходить в лес по возможности, по погоде. Занимаемся в зале. Очень большое внимание акробатики и гимнастики. Подтягиваемся на канате. Ну и самый главный наш профиль – это единоборство борьба, дзюдо, отработка приемов. В первую группу уже записались 20 ребятишек. Занятия прошли в игровой форме, и детям все понравилось. Играть в «Три медведя», заниматься, куруки делать. Успех ребенка в этом виде спорта немало будет зависеть, конечно, и от желаний самого ребенка и его родителей. Дзюдо. Ребенок сам пожелал. Руководитель замечательный. Мы определились еще в том году. Мы хотели сначала в Харате его отдать, а потом передумали и все-таки решили в дзюдо. Потому что наши знакомые ходят, им очень нравится, дети довольны. И как бы мужское прям такое воспитание хорошее идет. И поэтому именно к Сан Санычу мы решили его отдать. Много секций начнут свою работу и в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный». В ФОКе плавание, греко-римская борьба и игровые виды спорта. В этом году на плавании разработана отдельная программа для начинающих заниматься плаванием детей. Поэтому годичные программы, двухгодичные. С этого года мы набираем маленьких детей, чтобы они могли научиться плавать. И дальнейшие как бы повышали свое мастерство. Одни выбирают спорт, другие – творчество. Объединением всех направлений работы с детьми является Центр детского творчества. В эти дни здесь проходят Дни открытых дверей. На экскурсии приходят дети из разных школ города. Здесь они знакомятся с педагогами, принимают участие в игровых программах и пробуют выступать на сцене. Спортивная аэробика, бисероплетение, шитье, вокал, танцы – это лишь часть всех направлений работы. Традиционно в Центре детского творчества в начале сентября проводится неделя открытых дверей. Педагоги отдела художественной самодеятельности, спортивного отдела, декоративно-прикладного творчества, технического творчества с удовольствием приглашают в свои объединения, рассказывают игровые программы, проводят развлекательного характера и знакомят всех желающих с деятельностью своего отдела. Одним из новых направлений работы в этом году будет кружок робототехники. Это направление позволяет практически подготовить будущих инженеров, которые смогут применить на практике свои знания. Здесь будут изучать на практических примерах развития физических явлений и программирования электроники. Учреждения дополнительного образования есть в разных частях города. Это и станции юных натуралистов, юных техников, спортивная школа, оздоровительные комплексы, творческие студии в Доме культуры «Рассвет» и многие другие. Для того, чтобы выбрать занятия для ребенка, совсем не обязательно ходить по всем этим учреждениям. Обо всех кружках и секциях подробно можно узнать на ярмарке дополнительного образования. В этом году она пройдет в субботу, 10 сентября, на площади Советов. В Кумертау стало хорошей традицией принимать чемпионат по мотогонкам. Этот год не стал исключением. 10 сентября на трассе угольного разреза состоится третий этап открытого лично командного чемпионата Республики по мотокроссу. В город уже прибыл многократный чемпион России, один из организаторов мотогонок Николай Красников. Мотоспорт – это технический вид спорта, основа которого составляет взаимодействие спортсмена с различной мотоциклетной техникой. Этот вид спорта очень популярен как в нашем городе, так и во всей Республике. Поддерживать мотоспорт на высоте организаторы. В этом году им стал Николай Красников. В начале недели он специально прибыл в Кумертау для подготовки к соревнованиям. На сегодняшний день трасса уже полностью готова к соревнованиям. Остались мелкие штрихи. Спасибо большой администрации города Кумертау, региональному отделению ДСАП. Благодаря слаженным совместным усилиям вся подготовка прошла гладко. То есть все готово? Да, трасса полностью готова. Удалось в этом году ее немножечко улучшить. По словам Николая, перед организаторами стоит задача – каждый год улучшать качество проведения соревнований. В этом году всю трассу засыпали песком. А для безопасности зрителей натянули сигнальные ленты. Если будет дождь, соревнования пройдут на хороших скоростях, не будет тяжелой грязи. И зрителям будет намного зрелищней, спортсменам легче. Как показала практика, соревнования проходят на высоких уровнях. По традиции в чемпионате примут участие спортсмены из соседних регионов. Ожидается большое количество участников. Николай Красников пожелал спортсменам и зрителям хороших выходных. Пожелаем спортсменам добраться до финиша живыми и здоровыми, зрителям получить массу позитивных эмоций и хорошо отдохнуть. Эти соревнования делаются, конечно, для зрителей, чтобы зрители пришли и получили большое удовольствие от того, что они увидят. В завершении напомню, что в 19.30 на телеканале «Пятый Арис» состоится очередной раунд телевизионных предвыборных дебатов. Не пропустите. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего доброго.